От души, как говорится, своей, что это было... Вы благородно поступили относительно этой женщины? Не то, что благородно, но, может, естественно, так, скажем, поступил. Я Лариса Бузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Татьяна, Таисия и Юлия. А жених у нас Виктор. Здравствуйте, рада вас снова увидеть у нас. Проходите. Виктор, 54 года. Участие в программе Давай Поженимся оставило у него не самые приятные впечатления. Уверен, что был неправильно понят невестой и ведущими и решил исправить ситуацию. Виктор – риэлтор. Зимой подрабатывает водителем-дальнобойщиком за границей. Гордится тем, что объездил весь земной шар. Мечтает влюбиться. Виктор не знакомится с женщинами, моложе 35 лет, и на дух не переносит истеричек. Женится на образованной и ухоженной женщине, ради которой он будет готов превратиться в супер-мужчину. Здравствуйте. Да кто же вас так обидел-то на прошлой программе? Ну, нельзя сказать, что уже обидели. Просто было видно недопонимание с ваших. Я волновался первый раз. Я думаю, со второго круга-то все срастется. Я надеюсь, объясню все. Но у нас, между прочим, записаны все ходы-выходы. Поэтому давайте-ка посмотрим на экран. Если мы идем с пляжи, например, я могу взять ее на руки и понести. Она говорит, ну что, Виктор, сколько тебе лет? Ты должен вести себя солидно, а ты тут... Ну, только не секс на улице. Вот все остальное практически... Ну, секс я на руки брал. Ну, ладно, но на руки тоже идет седой дядька, понимаешь, с пляжа. Весь потный, в трусах. Берет тетку на руки, понимаешь? Ну, не до такой степени. Вот вы любили по-настоящему женщину. Когда она развелась, и вы поняли, что на вас лежит ответственность, вы тут же ее разлюбили. Скаля шкафу. Да, пожалуйста. Хотя для меня он абсолютно очевиден. Хороший мужик, но не ваш. Он будет ждать свою принцессу, прекрасную, сам себе морочить голову. И я так думаю, что он еще проживет так не один год. Ну и что не так, Витечка? Ну, хотя бы тот момент, что меня выставили, когда любовь всей жизни, а тут как будто я использовал ее, как только она согласилась жениться, я сразу... Ой, давайте-ка быстренько пробежимся по вашей истории, а то не так. Нет, конечно. Ну и рассказывайте. Ну, я любил и добивался ее 6 лет, но просто... Она была замужем. Она была замужем. И целых 6 лет вы ее добивались. Да, потому что она говорила, что зачем это, как говорится, наносить травму ребенку, и зачем нам... У нас и хорошее с тобой отношение. Тем более, да, почти у всех есть любовники-любовники. Если бы человек не любил, зачем ему лишняя, как говорится, головная боль? А я не говорил, что она вас не любила. Она вас любила, и она... Нет, если б я не любил ее по-настоящему, зачем мне головная боль? Как говорится, меня все бы устраивало, встречались... А действительно, зачем? А вот вас и устраивало на расстоянии. Представляете, пляж, секс, романтика в отношениях, потому что редко. Таня, ну ты такого представляла себе? Ну, он, видимо, очень добрый человек. И тут она бросает своего мужа. И где продолжение? И, может быть, с ее стороны было все интересно, потому что она была замужем, и это, может быть, носило какую-то интригу, романтизм в нашей встрече. Витечка, женщины отвечают и за себя, и за свое потомство, поэтому просто так не ушла бы ваша возлюбленная. Она 500 раз все это взвесила. Правильно, она взвесила, и она, так как там, может быть, был еще кто-то, претендент, она взвесила все, и, как говорится, может быть, не открыто, но дала понять, что я не герой ее, как говорится, романа. Так вы женились или нет? Нет, не женился. А почему не женились-то? Ну, потому что мы поехали предсвадебное путешествие, и, как говорится, тут произошла как бы искра между нами, что начался недопонимание. Это вы решили не жениться или она? Нет, Виктор. Мы как бы оба. Ну, я первый, конечно, сделал шаг такой, то есть уклонился. А она на такой поступок с моей стороны обиделась, и все, и взорвало отношения. Главное, чтобы он определился, да, вот эти своды-разводы, оно как-то так тоже непонятно. В чем мы соврали? Или как? Не в том свете вас выставили? А как надо-то было? Как потребителя. Я хотел высказать откровенно, от души, как говорится, своей, что это было... То есть вы благородно поступили относительно этой женщины? Ну, не то, что благородно, но, может, естественно, так, скажем, поступил, потому что, если у тебя есть сомнения... Вы знаете, Виктор, если вы были... Одно дело встречаться, другое дело создавать семью. Вот именно, действительно, конечно. Нужно нести ответственность этот шаг. Конечно. А зачем, когда лучше изредка встречаться? Дело в том, что вы не единственный такой. Мужчина, который выдергивает из семьи, вот, утвердился как мужчина. Да, она ради меня бросила все. И какое-то время еще даже можно и пожить, и повстречаться. А потом все. А потом что-то с вами такое происходит? Ну, вот это общепризнанное, видно, такое мнение потребителя. Ударились во все тяжкие, да? Да. Закрыл? Ну, не то, я стал с друзьями, как говорится, не отказываться, ходить в рестораны. А после ресторанов, например, у нас минские рестораны закрываются в час ночи. Мне не хотелось ехать домой, потому что одиночество, оно как-то усугубляет все эти мысли. А попробуйте ей позвонить, извиниться, повиниться и сказать, что мы... Я пробовал, она не шла на контакт. Значит, сильно задели ее. Ну, как-то это, да, это не очень, наверное, честно по отношению к женщине. Вот просто конкретно в нескольких словах объясните, пусть будет ваша версия, на что она обиделась так сильно. Ну, то, что при приезду из этого путешествия мы сразу не пошли в ЗАГС. Конечно, она же на это надеялась. Она на это не просто надеяла, она рассчитывала. И она именно под вашим давлением ушла от семьи и ребенка забрала. Представляете, каких стоило это ей нервов, страданий и так далее. Вы-то водочкой заглушили с товарищами казино, опять же. Кстати, про казино, что там у вас? Я с юности немножко увлекался там игрой в карты, и поэтому в казино я ходил, как говорится, чисто играть в карты. А потом как-то, ну, у меня такой математический склад ума или самонадеянность, и мне показалось в один день, что я, как говорится, выработал какую-то математическую модель и решил попробовать ее. И вот, придя в казино, ну, говорят, новичкам везет или что, я выиграл довольно-таки по крупную сумму. Сколько? Ну, в долларах около 25 тысяч за ночь. А если еще перевестить на белорусский мешок целлофановый? Мешок целлофановый. Мне выдали банковскими упаковками, они такие прозрачные. Еще по казино ходят. Слушай, ну это вообще просто. А как так получилось, что вы, положив этот самый мешочек с денежкой, уснули на скамейке? Ну, потому что всю ночь, играя в казино, все равно это какое-то напряжение. Тем более, где-то... А до дома не доехать? Угощение такое. Я вышел просто и обнаружил, что у меня нет ключа от дома. Я сел на лавочку, но... При таких-то деньгах можно было и номерок снять. Ну, как-то до этого ума не доходило. И вы познакомились с женщиной? Ну, я, как говорится, расслабился немного и прилег на скамейку с этими деньгами, говорит, и уснул. Ну, а тут шла девушка, видно, на работу, это утром было. И она решила, что человек с такой суммой денег, прилично одетый, значит, видно, ему стало плохо или что. И она вызвала скорую помощь, ну, когда приехала скорая помощь, там... Из-под него вычтать не могла. Оказалось, что все нормально, со здоровьем, все... Отношения завязались со Спасителем? Да, завязались. Так мне, я бы тоже завязала бы с ним, а раньше, в таком мешке. Ну, три или четыре года, мы, говорится, встречались. И вы сказали, что вы поняли, наконец-то, что такое интимная жизнь. Да. А вы были официально женаты? Да. И дети есть? Да. Сколько? У меня сын 35 лет и дочке 30. 35 лет сыну? Виктор, а я вот все-таки не поняла, правда-неправда, вы все-таки... Куда делся тот мешочек? Да. Не разбазарили вы его, или, может, вложили вы куда-нибудь? Да так и спит на нем, господи. Да. Он у меня под матрасом, она засыпает. Не, ну я на полном серьезе. Ну, зарасходовал, естественно. А, вот стой, наверное, молодуха-то там, это... Вы все-таки кто, вы реелтал этот или дальнобойщик? Ну, вообще, я получил был там определенный... У меня два высших образования, и когда я выбирал такую, как говорится... Я делал когда-то карьеру довольно такую успешную. Так вы сейчас чем... кем работаете? Я сейчас, как говорится, пытаюсь устроить личную жизнь. Это самая главная задача. Так вы, мне интересно, чем вы зарабатываете? Ну, я уже достаточно заработал, вообще. Ты рос на руки, ты его посмотри. Работает он. Какой он дальнобойщик? А я знаю, что он... Хочу объяснить хорошо. Штаток дальнобойщики, знаешь, сколько зарабатывает? 50 тысяч рублей. В России, в Беларуси, дальнобойщик ассоциируется с кем? Это мужчина, от которого пахнет зистопливом, у него руки по локоть в масле, и зарабатывает он, насколько я знаю, в России, дальнобойщики зарабатывают, если я не знаю, как на российский, 2-3 тысячи долларов. Ой, вы не те на фильмы смотрите, для меня дальнобойщик это с кубиками. Что же вы отходите от ответа? Сколько денег зарабатываете? Ну... Месяц? Так как я не постоянно работаю, 5 тысяч. Меня только смущает, что он не работает. Не работает. И меня вот хотелось сказать, что а как же работаю? Работаю женихом. Вы хорошо выглядите, любите свободу. Вот вам зачем жениться? Что вам даст жена того, чего не даст профессиональная медсестра, врач, диетолог, бухгалтер? Атмосферу домашнюю. Хороший домработница и все? Добработница, ну если уже переводить на такие конкретные, так-то это можно, извините меня, пользоваться, может, женщиной, как говорится, легкого поведения, оплачивать и все. Правильно. Значит, жену хотите... Я довольно-таки состоятельный человек, а за свою жизнь у меня даже не было мысли воспользоваться. Хорошо, Витя, как поняла, значит, вам нужна хозяюшка. Собеседник, в первую очередь. Пожалуйста, в библиотеку имени Ленина. Там этих собеседников курите. Собеседник, с которым ты не только ведешь беседы, но и проводишь время, так сказать. Смотрите, вы, конечно, завидный жених, чего там говорить, потому что количество одиноких женщин сегодня, и они попадают под ваши запросы. Я не знаю, как в Москве, это очень ошибочное женское мнение. Ну что вы мне говорите, у меня куча подруг, которые... Мужчины, у меня куча друзей, которые, как говорится, и порядочные, и обеспеченные. Реально, где в современной жизни мужчина познакомится с женщиной 35-40 лет? Ко мне, к Ларисе. Мне нет, мне куда-то надо пристраивать. Я вам скажу, серьезный, единственный способ. Потому что молодежь, ты идешь если в ресторан, в бар, какие-то общественные места, девушки 20-25 лет, которые пришли завоевывать, как говорится, место в этой жизни. Вот к нашу программу. Женщины 35-40 лет никогда, во-первых, уже в таком возрасте подходить на улице, знакомиться, может это восприятие совсем обратное. А на сайт 2.tv не пробовали заходить? Вот как раз там тоже такие же есть. Понятно. Я думаю, что женщины, которые пришли сегодня бороться за вас, они пришли адресно, поэтому я вам желаю удачи. Спасибо. Мне кажется, он как-то такой, типа, плейбой на пенсии. Марс Фраке, Венера Волни. Человеку нужно противоречивая женщина, я бы так сказала несколько, потому что она должна быть уютная, домашняя, подстраиваться под вас. И в то же время импульсивная, увлекающаяся, яркая, веселая, игривая. Но поскольку вы очень чувствительны, вы зачастую какие-то вещи предвидите, чувствуете, буквально чувствуете партнера как самого себя. Поскольку Луна в рыбах и Меркурий там же в соединении практически, поэтому здесь надо сказать, что у вас вот это вот понимание человека, вы просто пролезаете в его душу, и любое слово, брошенное им, уже становится зоной чувствительности. Понимаете? Вот здесь вот могут возникнуть противоречия, но вы стремитесь их исправить. Стремление к семье я не вижу. Знакомьтесь с первыми местами. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Татьяна. Пойдемте познакомимся. Разрешите вам обратиться. Спасибо. Татьяна, 46 лет. Директор туристической компании. Занимается строительством своего дома. Гордится веселым нравом. Предупреждает, что может быть резкой. Мечтает купить новую спортивную машину. За 8 лет отношений Татьяны с возлюбленным фраза «давай поженимся» прозвучала трижды. Но свадьбе состояться было не суждено. Здравствуйте. А вы прям такая недоступная королевишна, да? Вам трех предложений было мало и еще что-то ждали. Да нет. Просто так не сложилось, видимо. Сперва маме не понравилось. Потом? Не дошли до ЗАГСа. Второй раз что-то он не решился это сделать. Ну а когда был поставлен ультиматум, собрал вещи и тихо ушел. Такая шикарная женщина. А потом вы вышли замуж. Да, и я где-то в страданиях провела месяц, познакомилась со своим мужем и вышла замуж. Ребенок родился? Да, вот моя дочь Анфиса. Сколько лет Анфиса? 15. 2000-го? 99-го. Чуть-чуть не дотянули. 27 декабря. И вы были счастливы в этом браке? Да, достаточно. У нас такой все правильный был. Я любила своего мужа. Он был такой веселый, умный, интересный человек. Любил меня. А потом однажды что? Ну, однажды все закончилось. Он лег спать? И не проснулся. Не болел ничем, ни сном, ни духом, в общем. Ну, да. После прочтения выписки. Ну, в общем-то, практически здоровый. Ну, острая сердечная недостаточность. Называется царская смерть, да? Ну, в общем-то, да. Вы москвичка? Да. А вот менчанин у нас Виктор. Плюс зимой дальнобойщик. Но зарабатывает хорошо. А были в Белоруссии? Не было ни разу. Ну, просто влюбитесь. Да, говорят, прям сказочное место. Сказочное место. Вот просто поедете и влюбитесь. Ночь на поезде. Это вообще ни о чем. Дочка в десятом? Да. Уже взрослая девочка. А как оставить-то? Никто. Ну, сейчас все совершенно по-другому происходит. Ну, у нас есть бабушка. Во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что уже год-два, и там высшее образование. Уже можно и без крыла. Без такого особенно. А потом Виктор не связан утром по звонку идти на завод, понимаете? А, кстати, вы готовы на территорию жены? Конечно. А у вас какая территория? Большая. Ну, сколько у вас? Однокомнатная, двукомнатная? У меня дом. О, хорошо. А кем вы работаете? Ну, я унаследовала бизнес с мужем. Так работаю. Директор туристической компании. Очень приятная женщина. Очень эффектная. Чувствуется, что она со стержнем. Она такая властная. А чего вы хотите от брака? У вас все хорошо. Деньги есть. Вам не нужно выживать за счет мужчины. Вот чего хочется? Ну, как? Любви? Ну, пока еще хочется замуж, то вдруг вот через три не захочется. Ну, не будем хотеть. Что хочется? Ну, вот сейчас. Пока еще хочется замуж. От всего сейчас от брака? Ну, а как же все на себе? Ну, она вырастет. Хорошо, мама не вечная, к сожалению. Что, муж вам для развлечения нужно, что ли? Знаете, сколько там дел потом это? У меня вот тоже все. Опустевшая гнезда, ой, сейчас. Я тут прям счастлива. Да? Да, во, вообще. Хочу лежу, хочу снимаюсь. Хочу с собачкой гулять. Никто не висит. Ну, я тоже на второй этаж ушла, я тоже хочу, лежу. Вот. В принципе. А это, понимаешь, там, тут болит, там болит. Тут почеши, там. Да, ладно, почеши, что болит. Более естественно жить в паре. Это правильно. Ну, я думаю, да, дуальность, это как-то вообще-то правильнее. Мне кажется, она слишком сильная для него. Чем заниматься не любите? Бутон. Траву косить. Газонокосить. А вот садовник есть? То есть помощников нет по хозяйству? Ну, есть. Ну, есть дочь, помогает. Семья. У меня вообще семья такая большая. У меня есть братья, сёстры. А вот вы говорите, что у вас характер. Вы, говорит, вы резкая можете быть. А это по какому поводу? Ну, как резкая? Мы бесконфликтные, мы вообще не любим. Если долго испытывать мое терпение, как же могу хлопнуть дверью и выйти, а закончить всяческие отношения. Беларуси очень доброжелательные люди. У них это генетически. Очень сострадающие мужчины. Я очень люблю белару. Но у них есть какие-то свои. Они такие немножечко прижимистые. Не в том смысле, что любят прижиматься. А вот немножечко они такие. Бульбаши, одним словом. Да, будете обговаривать там контракты свадебные? Конечно. А нравится вот физически? Достаточно приятный. Да. Добрый взгляд. Он такой спокойный. Она немножко такая... Она добавит яркости. Да. В отношениях. У вас три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна и традиция. Кто бы сомневался. Пожалуйста, проходите. А хотите, чтобы мама замуж вышла? Да, да. Не будете ревновать? Не. Ну, главное, чтобы она как бы была счастлива. А если вас воспитывать будут? Ну, пусть воспитывают. Я как бы прислушиваюсь к советам. Ну, я-то легкий на подъем. Я как-то все же... Последние годы я все время ездил по всему миру. Поэтому для меня это как бы ценит вообще. Я могу подняться и уехать. А вы какие-то языки знаете? Ну, немного там. Английский, польский. Разговорный. Не литературный. Ничего такое. А так, я легкий на подъем. Мне иногда знакомые звонят. Вот у меня было 50 лет. И они говорят, поехали в Рио-де-Жанейро. Какое-то, чтобы было это... Я с удовольствием, конечно, соглашаюсь. И мы летим. Чтобы это была какая-то такая знаменательная дата. И в то же время... Или потом звонят, говорят, вот поехали в Италию. Ты мне все советуешь, выходи замуж. Вот так вышла замуж. Утром встала, смотришь на человека, думаешь, кто... Чтобы был старческий сколероз. Ну, какой замуж. Красавица. Хорошая девочка у вас. Сюрприз приготовили? Да. Поиграем в Орел и Решку. Вау. Не пугайте. Сейчас посмотрим сюрприз, какой приготовила. Виктор, сыграем в игру Орел и Решка. Я подкидываю монетку, если вы... Ну, вы... Так как вы мужчина, вы будете Орлом. Я буду Решкой, так как я женщина. И я загадываю желание. Ну, как выпадет, тот и его исполнит. Ой. Орел. И что это означает? Нужно исполнить танец. Помните? Помните? Нет. Так, стараемся. Прекрасно. Не растерялся, посмотрел. Молодец, молодец, Виктор. Спасибо большое. Спасибо. Ни одного танца я не знаю в своей жизни. Вот это для меня так сложно. Подожди, да еще что-то там. Что там еще? Что может быть еще? Деньги подарить. Ну, давайте теперь вы кидаете для честности. А я знаю, если вы... Что он захочет, жених. Решка? Решка. Ну, и чего? Ну, тогда я исполню голос Розы. А приданые-то у вас есть? Небольшое. Ну, тогда ладно. Молодец. Классно. У меня такое хорошее чувство и умор, судя по всему. Ну, у меня есть последняя волшебная монетка. Сейчас мы ее посбросим и узнаем нашу судьбу. Женится. Спасибо большое. Забирайте свою семью и проходите в своей комнате. Спасибо. Цветочки не забудьте. Денис, вы с меня гласно сводите. Да, любуюсь. Как вам Татьяна? Ну, Татьяна, мне, конечно, понравилась. Конечно, мало информации о ней, но я обратил внимание, вот, немного взгляд тяжелый. Это говорит о, мне кажется, сильном характере и, возможно, доминирующем характере. Мне, я не уверен... Как все точно говорит. Я не уверен, что Виктору, ну, надо такая девушка. То есть он хочет сказать, что ты будешь всегда доминировать, поэтому ты не подходишь Виктору, потому что Виктору надо, чтобы он доминировал. Роза? Вот про что я и говорю. Женщина уже в возрасте, как говорится, хочется комфорта и покоя. А вы еще как батарейка у вас, знаете, еще там это, завод играет, собственно говоря. Нет, для вас, наверное, хорошо, а для женщины в возрасте не очень. Поэтому не надо, нам что-нибудь постабильнее. Я думаю, что при другом характере Татьяна бы и не выглядела так, и не имела бы то, что имеет. А как сегодня выжить, если ты размазня? А что звезды? Она весы на сто процентов. Весы – это мужской знак, понимаете? Поэтому взять на себя ответственность и действительно вести все это в норме. Но это именно тот знак, который хочет жить в паре. И поэтому, что бы ни происходило, люди этого знака, они всегда стараются удержать отношения. Здесь у вас может быть очень сильно духовно-душевная совместимость, потому что Луна у нее в раке, она человек глубоко чувствительный, такой же эмоциональный, как и вы. Понимание, вот как раз есть о чем поговорить вдвоем, это сто процентов. Вся проблема опять в том, что жених не знает, кто ему нужен. Проходите, знакомьтесь с авторами. Здорово. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Таиса. Очень приятно. Я не знаю, что будет после нашей встречи, любовь на века или просто приятные воспоминания, но я уверена, что эта программа изменит нашу жизнь. Хорошо. Очень приятно. Таисия, 42 года. Исполнительный директор пиар-ассоциации. Занимается фитнесом, любит путешествовать и пишет стихи. Предупреждает, что верит в чудеса. Узнав о том, что Таисия ждет ребенка, ее возлюбленный быстро женился на другой, сменил фамилию и канул в бездну. Надеется, что Виктор порядочный мужчина. Здравствуйте. Это ваш сыночек. Да, это мой сын Григорий. Да, Григорий, привет. Как дела? Здрасте. Хорошо. Чем увлекаешься? Ну, всем. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, даже не знаю. Нравится учиться? Ну, скажем так, не очень. Хочешь, чтобы мама вышла замуж? Да. А какого хочешь папу или друга? Не знаю. Как получится. Ну, ясно. Может, ты сходишь, побегаешь по коридорам останки, а мы с мамкой пока побеседуем. Давай? Хорошо. Зря согласилась. Да, ребенка отправили. Таисия, не секрет, что многие мужчины странно воспринимают новости о беременности своей женщины. Вот так, чтобы сбежать, еще и фамилию сменить. Это... Я не слышала раньше таких историй. Что случилось? Чего он так испугался-то? Вы знаете, молодой человек сказал, что он был не готов, когда я ему сказала, что я беременна. Но потом он попытался целых три месяца, он пытался как-то попробовать, да, мы жили вместе. Вот. А потом в один вечер он позвонил мне с работы, ну, это смехотворная история, да, и можно рассказать как анекдот. Позвонил с работы и сказал, все, я еду домой, что тебе купить. Я помню, что у меня был очень сильный токсикоз, я говорю, купи, пожалуйста, минеральной воды. И больше я его не видела. Он так и не приехал с работы домой. А сколько вам было лет? Мне было 30. А ему? Ну, он был младше меня, немного младше. А ему сколько? Ну, больше 25, наверное, 27, может быть, вот так. Я звонила всю неделю, он просто не брал трубку, ни смс, ничего не отвечал. И через неделю он просто прислал мне смс, Тася, я понял, что я хочу жить один. И все на этом. Но он же знал, что вы сохранили ребенка. Конечно, знал, да. Он знал об этом. Она мягче, да. Она более домашняя, мне кажется, она такая, создаст хорошее ощущение. Очаровательная девушка, да. У вас были с ним длительные отношения до того, как вы забеременеете? Мы вместе жили практически год. Год. Да, и, конечно, ребенка я бы сохранила в любом случае. Он вам не делал предложения? Нет, не делал. Нет? И разговоров вообще не заходило на эту тему? Нет, нет. То есть вы понимали, что он не женится? При любом раскладе будет ребенок, не будет? Нет, этого я не понимала. А он с родителями вас со своими познакомились? Конечно, у меня с его матерью были прекрасные отношения, как у двух подруг. А вы как узнали, что он женился и взял фамилию жены? Да, вы знаете, у нас просто было очень много общих друзей. И, конечно же, вот все время пока, ну вот до этой свадьбы, я еще, я очень долго ждала, что он придет и он вернется. И я, честно говоря, я его даже как-то и пыталась поговорить с ним. Но это нормальная реакция беременной женщины. Вот. Он очень демонстрировал свои новые отношения со своей новой подружкой. И про свадьбу мне рассказали друзья. То есть общие друзья. Татьяна, как вы вот эту ситуацию сами себе объясняете? Мне кажется, что мужчина был не готов. А его родители в курсе, что у них есть внука? Конечно, они в курсе. И общаются? Нет, они не общаются. Его мать позвонила мне, когда я лежала в роддоме, и спросила, ну послушай, у тебя есть кто-нибудь, кто тебя заберет из роддома? Я говорю, да, слава богу, у меня живые родители, они заберут. А она сказала, ну хорошо. Второй раз она позвонила мне ровно через неделю и сказала, послушай, попроси, пожалуйста, своих общих друзей, чтобы они не поздравляли моего сына с новорожденным, потому что его новая жена, она как бы обижается. И вы знаете, я тогда вышла на балкон, так в сердцах, что называется, и сделала для себя такой вывод, что в мире есть 7 миллиардов человек. Из них только 3 человека желают мне зла. Это вот отец ребенка, его новая супруга, его мама. А все остальные 6 миллиардов, 900, 900, 900, они хорошие люди, они дадут мне быть счастливой. Татьяна, а если бы была ситуация, вот ваш сын вырастет, встретит он свои 27, такую 30-летнюю, как вы. И она забеременеется, а у вас на самом деле другие совершенно планы на жизнь вашего сына, на перспективу и так далее. Вы так же будете рассуждать, но уже как мама. А ты считаешь нормальным, когда родители вмешиваются в дела 27-летнего дядьки? А мне не кажется нормальным. Никто его в постель... Нет, а я вот ей задала вопрос. А если кто-то тащил его волоком, не знаю, но есть же такие понятия, как контрацепции в козе. Нет, а мне интересно, вы примете невестку, которая старше будет вашего сына? Которая будет старше моего сына? Да. Ну, вы знаете, это сыну решать. Я про невестку говорю. Это сыну решать. Ну, сама себе что-то придумала. Так получилось. Почему придумала? Она забеременела, он сбежал. А что, очень нормально. Нынешние вообще мужчины ни ответственности, ни жениться, ничего не хотят. Татьяна, а вы серьезно хотите еще ребенка? Вы знаете, моя первая беременность была тяжела и морально, и физически, это честно. Я, наверное, хотела бы испытать счастье материнства и именно вот и счастливую беременность. Не считаете, что поздно? Сейчас медицина современная, настолько хороша, я здоровая, сильная женщина. Вам нравится, Виктор, вот представьте, какие плюсы. Вы земляки, и мне кажется, разница в возрасте 12 лет такая правильная. Ну, скажем так, это нормальная разница в возрасте, в нашем возрасте. В 20, может быть, это было бы много, сейчас нет. Ну, если только вам принципиально не нравятся молодые парни, потому что вы хорошо выглядите. Нет, мне не нравятся молодые парни. С этим покончено, и одного случая мне хватило. Как отдыхаете? Вы знаете, я очень люблю путешествовать. По-моему, тоже, да? Чаще мы с ребенком объездили всю Европу. Я очень люблю путешествовать. И мы ведем активные такие путешествия. То есть это не просто мы лежим на пляже. Мы ходим, мы смотрим. Мы очень любим окунаться вот в жизнь города, страны. И не ходить не только туристическими тропами, а именно вот в жизнь. Какие-то условия будут вашему будущему мужу представлены по отношению к вашему сыну, я не знаю, в вашей жизни? Вы же взрослые, уже люди в таком возрасте, уже люди договариваются, как им удобно будет. Ну, тут сложно говорить, знаете, наверное, уж совсем вряд ли я смогу сесть с мужчиной, прям обсудить по пунктам каждый пункт нашей жизни. Нет, в этом возрасте уже не все, но некоторые пункты нужны обязательно. Жить на вашей территории? У меня есть своя квартира, но в принципе... Квартира какая? Однокомнатная? Нет, у меня двухкомнатная квартира. А от комната сына? Да, и комната моя, да. Сейчас мы живем так, нам этого достаточно. Но, с другой стороны, это мое мнение, что мужчина приводит женщину на свою территорию. Это правильно будет менять школу? Ну, есть машина, можно возить в школу, это нормально, многие возят. Мне кажется, он с интересом смотрит на меня. Ну да, у него взгляд загорел. Если то, он как-то побаивался немного. Ему уже интересно, ему уже хочется, наверное, увидеть третью девушку и сделать выбор. У вас осталось два бонуса. Семейная традиция и скелет шкафу. Скелет шкафу? Почему-то про красивых женщин все хотят каких-то скелетов узнать. Ну, лучше сразу узнать. Единый проездной. Что это? Да, вы знаете, есть у меня одна такая беда. Очень давно, когда мне было 25 лет, в нашем городе произошла страшная трагедия. Метро Немига затоптало людей в метро. Это было во время праздника. И так получилось, что я с сестрой попала в эту толпу. И просто чудом нас мужчина вытолкал из этой толпы. Вы знаете, после этого я одна не спускаюсь в метро много лет. Я боюсь. У меня, ну, я не знаю, как это называется. А вам надо в метро спускаться? Я стала водить машину. Я специально получила права для того, чтобы этого не делать. Ой, моя дорогая. Ну, вот у меня есть такая проблема. Видите, Господь вас оставил в живых для того, чтобы... Для того, чтобы что-то еще было хорошего. А сюрприз приготовили? Конечно. Попала в трагедию в метро. Сейчас посмотрим на ее сюрприз. Виктор, я хочу рассказать вам стихи, которые я сочинила сама. Я хочу проснуться счастливой и увидеть солнечный лучик в оконной раме. Потянуться, как кошка, томная и грива. И быть в это утро не только мамой. Женщина не создана для одиночества. Но знает ли об этом тот Бог, который судьбу решает? И чьи же для нас сбываются пророчества, Что мы стали теми мужчинами, о которых так давно мечтали? Наверное, есть женщины, которые любят править Балом, заводом, большим кораблем, возможно. А мне нужна совсем другая малость. Сильные руки и ты надежный. И если есть Бог где-то там далеко, Его я прошу за всех нас, кто идет той же дорогой. Если ты хочешь учить нас, дай нам другие дороги. Но не нужно давать женщине быть одинокой. Молодец. Мне понравилось. Ну, хороший сюрприз. Тем более, сама сочнила. Берите цветочки. Умница. Проходите в свою комнату. Денис, понравилась Таисия? Ну, да. Я хочу сказать, что Таисия очень понравилась. И помимо того, что она действительно очень красиво выглядит, я хочу сказать, что она как раз-таки представляет пример женщины, которая тоже имеет, наверное, не самую простую судьбу, но в то же время она сохранила вот эту необходимую кротость и душевную красоту. Я думаю, там про кротость, это вы сейчас, конечно, загнули. Кроткие женщины совершенно другой типаж. Мне кажется, она очень искренняя, она очень добрая. Видишь, как с первого взгляда я почему-то человеку показалась кроткой и спокойной. Но не тебе ли знать, что не совсем это так? Виктору вполне может подойти такая девушка, такая женщина. Мне кажется, она вполне может его оценить, любить. Виктор, как вам? Очень трогательно, особенно стихи. Есть желание защищать, заботиться? Очень интересно. Мальчишке 11 лет, хороший возраст такой, да? Да. Потом, послушайте, вам не нужно никуда не переезжать. У нее все хорошо. Все то, что у нее должно быть, к ее возрасту и в ее положении, у нее все есть. Вам не нужно будет решать ее никакие проблемы. Выяснять отношения с отцом этого ребенка, усыновлять, не усыновлять, вывезти за границу и так далее. То есть, понимаете, мне кажется, это... Ну, если не брать взаимоотношения, то это идеальный вариант. Абсолютно. Я думаю, Таисия не так проста, как вы ее тут характеризуете, ни кратка, совсем ни одной секунды. Таисия все про себя знает, понимает. Она также, как и первая невеста, Татьяна, сильная, все тащит на себе, разумная, умеет с людьми общаться, разговаривать и договариваться. Просто тот случай с отцом ребенка, он ей не нужен был, понимаете. Там не ради чего было особенно. Ну, не сложилось, не сложилось. Она была готова к этому внутренне. Вам тоже не будет с ней очень просто и очень легко. Мне кажется, вот чисто внешне, как женщина, ему понравилось. Требовательная женщина, поскольку Венера в Деве. И кротость, наверное, настрадалась, потому что Луна с Нептуном, стрельце. И плюс ко всему, это дает в ее душе вот это состояние погружения эмоционального. Она с трудом освобождается от того, что уже накопила эмоциональный груз. Но, тем не менее, это помогает ей жить, это ее подталкивает. У нее марс вовне. Человек она очень сильный, активный, действительно требовательный. И плюс ко всему, физическая совместимость у вас хорошая есть. Как тебе мужчина? Ну, нормальный такой. Проходите, знакомьтесь с третьей невестой. Спасибо. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Юлия. Сегодня мы с вами в одной цветовой гамме. Возможно, это неспроста. Возможно. Разрешите только одно слово. Спасибо. Юлия, 37 лет. Руководитель отдела продаж в крупной торговой компании. Увлекается археологией, шьет куклы, варит мыло и много времени уделяет своим родителям. Мечтает почувствовать теплоту мужских рук. Юлия бросила мужа ради большой любви, но ее новый избранник не оправдал ее надежд. Надеется, что Виктор – преданный мужчина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я есть кекла для вас пирог. Можно я вас угощу? Яблочный? Да. Шарлотка называется. Спасибо. Давай я буду разделять. А то он ручки трясутся у невесты. Вот я всегда хотела поговорить с женщиной, которая может бросить все ради новой любви, ради страсти. Практически зеркальная ситуация, как у Виктора. Он тоже выдернул женщину от мужа, забрал, но не женился. А вы сами ушли, да? Да. А что он вам пообещал? Уходи, все будет хорошо. И женимся. Это, наверное, слово прозвучало, да? Да, звучало. Вот они и сойдутся. Точно. Виктор тоже выдернул. Но она тоже симпатичная. И что? Вот вы уходите от мужа. Как ему объяснили? Спасибо. Ну, я не нашла в себе смелости сказать правду, что я встретила другого мужчину. Я просто сказала, что извини, но мы не можем больше жить вместе. Это неправильно. Я этого не хочу. Но я знаю, что ваш ребенок не перешелся ко двору, да? Вот своему новому возлюбленному. Да, он не был с ним груб или жесток, но и никакой-то теплоты, любви он к нему тоже не испытывал. Поэтому вы оставили ребенка, да, родителям? На самом деле, все время на работе, с утра до вечера, были какие-то объективные причины. Да, но, естественно, я бы не оставила ребенка, если бы хоть на секунду он вот подержал. Скажите, а муж не пытался за вас бороться? Пытался. Вернуть, не отпустить? Да, он пытался разговаривать. Он очень тактичный, умный человек. Он пытался привозить какие-то доводы. Ну и как развивались события с вашим любовником? Мы начали жить вместе, когда я ушла от мужа. Официально развелись? Да, да. Я не умею играть. Ну это понятно. Вы официально развелись, потому что ждали того дня, когда вас поведут в ЗАГС. Да, он сделал мне предложение очень красиво, очень романтично. Это было с цветами, с шампанским, со свечками. В общем, все очень красиво было. Но предложение было сделано «давай мы с тобой поженимся» 11.11.11. То есть через год после того, как он мне это только предложил. Ну, в общем, я согласилась на это. Ну, а к тому моменту, когда подходил срок, были финансовые трудности, были еще какие-то проблемы с работой. У него? У него, да. И, ну, как-то посовещавшись, что называется, посовещавшись, он решил, что, наверное, надо еще немножко отложить. 12.12.12. Да, может быть, да, 13.13.13. То есть никогда. Красивые даты почему так важны были для него? Он когда родился? Он водолей. Водолей? Какая свежая девушка. И как расставали с ним? Мы с ним расставались дважды. Вы знали, что у него параллельно с вами еще какие-то романы? Да, у него появилась девушка, я об этом узнала. Добрые люди подсказали. Ну, и, в общем, он так себя вел, что это было понятно. А ему уже неинтересно было. Вот, пожалуйста, Виктор сидит. Вот просто слушайте истории с позицией женщины. Вы что же сказали? Давай, подождем. Смотри, видите, они все-таки имели, как говорится, контакт. И они, как говорится, совместно проживали и обсуждали после того, как свадьба была перенесена. А у меня не было вообще, у меня закрыты двери и все. У вас все было в замкнутом, в сжатом, временном отрезке. Виктор, а для вас как бы вы дали повторные цифры играют роль? Нет, вообще я отношусь к скептически. И вот когда вы расстались со своим любовником, вы не пробовали вернуться к мужу? Нет. Юлечка, какие выводы сделали? Кто виноват вот в этой всей истории? Ну, наверное, все понемножку. А еще хотите страстей или уже наколотились? Хватит? Да нет, уже хочу стабильности. Хотите дом? Да. Сколько сейчас, кстати, здесь? Сколько ему? Ему 14 лет. Привет. Привет, друг. Лёва. На папу похож, да? Да. Папа красавец, наверное, если на папу похож. А вот вы какой-то запрещенной археологией занимаетесь? Динозавшу ли ищете? Что это такое? Ну, я не могу сказать, что я этим занимаюсь. Я этим интересуюсь очень. Это альтернативная история, которая идет в разрез тому, чем он нас учит в школе, что мы все произошли от обезьянок. Сначала прыгали по деревьям, потом... А вы и наложите, да? Нет, не обязательно. Просто альтернативная история говорит о том, что была какая-то высоко развитая цивилизация, от которой мы пошли. Вы что, ищите? Раз в общую ездите, что делаете? Нет, я не езжу. Я читаю об этом. Библию читаете? Библию в том числе. Я и теологией интересуюсь. По-моему, уже теория Дарвина во всем мире стоит под очень большим вопросом. Но в школе ее преподают активно на сегодняшний день, да. Вот у нас жених верит в любовь вечную какую-то, да? А вы? Я тоже верю в любовь. То есть вы замуж по любви выйдете? Ну, безусловно, любовь должна быть. Да, вот такой, вот про который вы оба. И поедете в другой город? Ну, если это любовь, и при этом она не со такими страстями, да? А детей еще хотите? Хочу. Ну, видишь, она детей хочет, а жених-то непонятно, чего хочет. У вас остался один бонус. Семейная традиция или тайна? Что уже одна? Расскажете? Да, у нас есть семейная традиция. У нас с сыном есть день непослушания. Раз в месяц. Да что вы, какая прелесть. Я приверженец домашнего питания, не разрешаю пиццу, суши и все прочее. А вот в день непослушания можно все. Вот она такую попу-то и наела. По ней видно. А мужу будет что позволено в день непослушания? В этих же рамках все можно. Все, что касается питания. Это все только еды касается, да? Безусловно. Спасибо. И я смотрю, вы приготовили сюрприз. Да. По цвету они друг другу подходят. Виктор, специально для вас я подготовила этот подарок. Эту бутылку я украсила своими руками. Это декупаж. Видите, очень символичная надпись. Давай поженись. Да. И хочу, чтобы этот нектар любви мы сегодня с вами выпили за вашу счастливую личную жизнь. Не, ну какая девушка затенется? У нее даже бутылочка в тон платью своими руками. Давай поженимся на ней, написано. За ваш правильный выбор. Совет да любовь. Спасибо большое. Спасибо, Юлечка. Забирайте своих подружек. И свиты не забудьте. Денис. Ну, Юля мне тоже очень понравилась. Интересная девушка. То, что в жизни у ней там так случилось, что она там оставила мужчину, пришла к другому. Ну, наверное, любит какие-то красивые, эффектные поступки. И я думаю, что Виктор на них способен. И я думаю, что ее вполне тоже можно рассматривать на роль потенциальной жены. Как вам, Виктор? Приятная женщина очень. Да. Можно. Можно. Рассматривать. Можно. Мы даже не сомневались. Ну, конечно, надо брать. Ну, а что звезды? Именно душевно-духовное взаимопонимание в первую очередь. Вот. Конечно, есть совместимость, но при условии, если вы в первую очередь будете проявлять желание и настойчивость. Вот. И вспоминаю вот эту историю про цифры. Все-таки единица не ее число, потому что вот именно с проявлением своего «я» могут быть проблемы. Она хочет быть первой, но встанет за мужчиной, именно за спиной. Понимаете? Давайте выбирать. Мужчине повезло. Он как в цветнике. Что ведущие красотки, что невесты, что их подружки. Все красотки. Виктор, кто тебе больше нравится? Что нравится? Это уже серьезный выбор. Я тут не знаю. Я тут смятенье. Из Беларуси идешь или в Москве остановишься? Смятенье. Я, чтобы не ранить, как говорится, вдруг что-то не получится. Тут оба, у обеих присутствуют дети. Поэтому, не знаю. Что скажете, друзья мои, Денис? Ну, я бы Виктору посоветовал бы выбирать, наверное, между Таисией и Юлей. Да. Вот, потому что первая невеста, ну, мне кажется, все-таки достаточно, несмотря на то, что она очень эффектная и красивая, она очень сильная. Да, мы уже обсудили. Мы теперь просто... Я думаю, что Таисия и Юля тут, чтобы ближе уже... Ну, так все-таки кто, Таисия или Юлия? Он же не может пойти к обеим. Ну, я лично живу в Москве. Мне, конечно, лучше, чтобы он в Москве жил. Поэтому мне лично Юлия больше нравится. Юлечка, он придет к нам. Я, конечно, за Юленьку, потому что и возраст помоложе, и терпения побольше, потому что с вами жить трудно, а у нее еще силенок побольше. Но, с другой стороны, мне вас жалко. Почему? А вдруг не сладится? Понимаете, одно дело, сюда перетащите все корни, а вас это выгонят. Это опять куда-то туда. Тут уже не прижили. А все-таки на родной земле Таисий намного проще. Это намного проще, если люди не совпадают и разъезжаются. А вот когда именно... Разъезжается в одном государстве или разъезжается в разных государствах? Какая разница? У нас одно государство, в принципе. Скажи, пожалуйста, но ты советуешь Юле, да, тоже по звездам? Я думаю, что вы боитесь первую претендентку именно потому, что отношения могут быть слишком прочные, и здесь немножко пострадает ваша свобода. И совместимость очень сильно есть, то есть боитесь врасти, я так думаю. Во втором варианте есть действительно жажда притяжения и в то же время отталкивание. В третьем, вот это вот именно возвращаться и уходить у вас всегда будет. Понимаете? И именно это вас притягивает. В общем, сами решайте, мы в любом случае вас поддержим. Проходите. В один день вы узнаете, что дочка беременная. Обрадовались? Конечно. Очень рано. Конечно, не обрадовалась. А ты хочешь, чтобы папа женился? Честно. Вот просто честно-пречестно. Нет. Почему? Потому что у мамы уже муж есть. Друзья мои, выходите из комнат, давайте поддержим решение Виктора. Добрый день еще раз. Правильный выбор. У нас есть пара Виктор и Юлия. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Спасибо.